К нашему эфиру присоединяется Игорь Айзенберг, профессор Нью-Йоркского университета. Игорь, приветствуем вас в эфире Freedom. Приветствую вас и приветствую всех зрителей. Игорь, ну что же, мы услышали и, скажем, немного зацепились за тот момент, что Соединенные Штаты Америки достаточно позитивно оценили план победы Украины, некоторые, либо же все его аспекты. Но мы же понимаем, что план победы не может себе предполагать каких-то действий, которые, как минимум, уже были предприняты ранее в недостаточном объеме. Поэтому, так или иначе, должно быть что-то резонансное или смелое для самих Соединенных Штатов Америки, как для партнера, который поддерживает Украину. Как вы считаете, насколько мы по таким превентивным заявлениям, если можно их такими назвать, можем оценить готовность к Соединенных Штатах Америки, и в частности Байдена, к тем самым резонансным решениям? Ну, смотрите, мы с вами не знаем, что там именно в плане победы, поскольку он не был опубликован, и так мы только косвенно можем предполагать, что там есть, или там руководствоваться той косвенной информацией, которая была в западных СМИ. Но, в частности, из того, что президент Зеленский сказал на пресс-конференции с Марком Рюттой, и вот из того, что было в западных СМИ, следует, что одним из пунктов этого плана является предоставление Украине реальной гарантией безопасности. Самой реальной гарантией безопасности являлось бы членство в НАТО. И поэтому нам нужно вот ждать того, что будет происходить на следующей неделе, когда будет совещание контактной группы «Рамштайн» на высшем уровне, и когда еще будет отдельная встреча, очевидно, в кулуарах этой группы «Рамштайн», встреча президента Соединенных Штатов, президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Великобритании. И, с моей точки зрения, ну, это бы мое субъективное мнение, реальной победой Украины было бы предоставление ей реальной гарантии безопасности. Это означало бы приглашение Украины в НАТО и предоставление ей гарантии безопасности на период до вступления в НАТО со стороны, прежде всего, ядерных держав, членов НАТО. Как вы думаете, если фантазировать, в случае, если такое решение, хотя бы заявление о нем будет сделано 12 октября в Вашингтоне, смешно это говорить, но, тем не менее, просчитали ли все риски от такого решения в отношении Украины, в случае, если условно, господин Байден говорит, мы Украине предоставим членство в НАТО, либо вот конкретные условные подачи, но только более украинизированные, скажем так. Есть ли риски? В Вашингтоне их просчитали или нет? Я думаю, что, во-первых, НАТО уже решило, что Украина будет вступать в НАТО без подачи. Условно, да, это вот условно, да, вот этот план. Во-вторых, президент Байден не может от имени НАТО приглашать Украину в НАТО, потому что просто согласно самому вашингтонскому договору, это должны сделать все страны-члены НАТО. То есть, вот они все должны решить на уровне руководителей своей исполнительной власти, что в интересах безопасности остальных членов НАТО будет пригласить в НАТО нового члена. То есть, при всем том большом влиянии, которое Соединенные Штаты имеют в НАТО, они не могут единолично решить этот вопрос. В-третьих, я думаю, что не стоит ожидать никаких громких заявлений ни от Соединенных Штатов, ни до выборов президентских. 5 ноября они состоятся в Америке, потому что, очевидно, президент Байден не захочет, он и не хочет создавать какие-то дополнительные темы для предвыборной кампании. Потому что идет очень жесткая борьба предвыборная, и Трамп все время, например, говорит о том, что продолжение войны в Украине – это пункт третьей мировой войны, помощь, оказываемая Америкой и Украине – это пункт третьей мировой войны. Но об этом говорит он, об этом говорит его кандидат в вице-президенте Вэнс, об этом, скажем, пишет сын Трампа в статье, опубликованной в The Hill. Поэтому я думаю, что до выборов никаких громких заявлений делаться не будет. Но в то же время опять повторю мою субъективную точку зрения, что именно приглашение Украины в НАТО с последующим ее принятием в НАТО, сколько бы время я не занял этот процесс, и предоставление Украине гарантии безопасности. Это реальный действительно путь к победе, к победе в том смысле, что Россия должна будет навсегда распрощаться со своей мечтой о том, чтобы Украины не было, о том, чтобы просто стереть Украину с политической карты мира. Что это никогда не будет осуществлено. И в этом, в первую очередь, и будет заключаться победа Украины, что Украина сохранится как демократическое государство, часть западной цивилизации, часть цивилизованного мира. И естественно, что даже если, предположим, это произойдет, то есть Украину пригласят в НАТО, часть украинской территории будет оставаться оккупированной. Естественно, что никогда ни одна страна не признает аннексии украинских территорий. И это может занять долгое время, но Украина, несомненно, рано или поздно восстановит свою суверенитет и территориальную целостность. Интересно в контексте и вступления Украины в НАТО, и планы победы Украины поговорить, и о программе, о которой говорил министр обороны Украины Рустем Умеров. О ракетной программе он сказал, что совсем скоро вы услышите, узнаете, что в Украине будет представлена мощная ракетная программа. И здесь интересно, ведь предполагается, вероятно, что будут украинские разработки, возможно, и некоторые разработки партнеров, над которыми мы будем вместе работать в сотрудничестве. И здесь идет речь, вероятно, об их важности не только на нынешний период, когда Украина сейчас в моменте защищается от российской агрессии, но и в последующем как части некоторых таких гарантий и сотрудничества в том числе. Так вот, как вы считаете, перспектива вступления Украины в НАТО, стремление Украины все-таки отстоять свои границы и побороть российскую агрессию, насколько может, скажем, помочь нашим партнерам вот в таких моментах, как, например, поделиться какими-то технологиями или вступить охотнее в совместную разработку тех или иных технологий, потому что ведь они будут испытаны в реальной войне, вероятно. Естественно, что страны-члены НАТО больше сотрудничают между собой, чем, допустим, они сотрудничают со странами, не являющимися членами НАТО. То есть там идет гораздо большая интеграция на уровне производителей вооружений, происходит гораздо большая координация. Поэтому можно, естественно, ожидать, что если бы Украина стала членом НАТО, что это бы способствовало развитию ее оборонной промышленности, способствовало бы тому, чтобы другие производители оружия стран-членов НАТО делились какими-то технологиями, возможно, какие-то совместные производства бы организовывались, что, кстати, делается уже сейчас. Но вот я бы еще обратил внимание на два таких косвенных момента, но важных. Это и визит генерального секретаря НАТО Марка Рюты в Киев. То есть он только стал генеральным секретарем первого его действия, буквально первое, это поездка в Киев. То есть это вот подчеркивает то значение, которое Украине предается в НАТО. И можно это считать и демонстративным жестом, можно это считать, что проходили важные переговоры в Киеве, о которых Рюты может рассказать лидерам стран НАТО. И есть еще один момент. Вот вчера был предвыборный митинг Камала Харрис в штате Висконсин, на котором ее поддержала бывшая республиканская конгресс-фоман Лиа Ченни, дочь бывшего вице-президента США. И вот интересно, что во время предвыборной кампании в Америке внешнеполитические темы, они вообще очень мало затрагиваются или вообще не затрагиваются. Камала Харрис в своем выступлении вчера, она сочла нужным и важным подчеркнуть, что она хочет, чтобы Украина победила. И она подчеркнула разницу в позиции своей, в позиции Дональда Трампа, потому что она сказала, что то, чего хочет Трамп, чтобы Украина отдала свои территории России, что это не мир, а капитуляция, а что она, Камала Харрис, хочет победы Украины, что вызвало энтузиазм. А избиратели, которые присутствовали на митинге, они очень бурно приветствовали это. То есть вот эти вот такие косвенные вещи, они говорят о том, что Соединенные Штаты действительно очень большое значение, придают тому, чтобы Украина победила, чтобы Украина была демократическим, свободным государством, частью западной цивилизации, что очень важно. Вот Беларусь тоже формально независимое государство, но она является частью фактически русского мира. А Соединенные Штаты, несомненно, в лице нынешней администрации хотят, чтобы Украина была там, где она и должна быть, чтобы она была частью, частью европейской западной цивилизации. Одновременно с тем, как президент Зеленский представляет свой план победы Соединенным Штатам Америки, говорит о мире, о необходимости победы Украины, потому что именно победа Украины, в принципе, перечеркнет возможность Третьей мировой войны. Это нужно зарубить на носу себе тем, кто говорит обратное. Путин говорит также о переговорах, ну, в своем, скажем так, кардинальном смысле. Но, тем не менее, Игорь, как вы видите, вот к месседжам Путина в целом представители Кремля, того же Пескова, пресс-секретаря Путина, прислушиваются? Имеет ли они какое-либо значение для союзников Украины на Западе? Я думаю, что не имеет, потому что Кремль не сообщает ничего нового. И, ну, например, все представители нынешней администрации Соединенных Штатов неоднократно уже говорили о том, и сам президент Байден, и вице-президент Харрис, и госсекретарь Блинкен, и министр обороны Остин, что все, что говорит Путин, это предложение Украине о капитуляции, что это абсолютно неприемлемо. И поэтому я не думаю, что то, что говорит Путин, а тем более то, что говорит Песков, может играть какую-то роль в принятии решений западными лидерами. То, что играет роль, это то, что западным лидерам сообщает их разведка. И разведаналитики, то есть они делают выводы на основе информации, которую они получают, и дают соответствующие рекомендации лидерам своих стран. Я думаю, что главную роль в принятии решений, и главную или вообще единственную роль в принятии решений западными лидерами играет именно это, а не риторика Путина, а тем более Пескова. Еще момент хотим с вами обсудить. Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей территориальной целостности и суверенитета, а принцип «ничего об Украине без Украины» остается неизменным. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на полях Варшавского форума по безопасности 1 октября. Андрей Сибига также напомнил участникам мероприятия об иллюзорности так называемых красных линий России и призывал избавиться от страха эскалации. Он отметил, что после успешной Курской операции Украина уж окончательно развеяла российские мифы о красных линиях. Услышим цитату, после нее обсудим. Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может позволить себе серые зоны или замороженные конфликты, отметил министр Андрей Сибига. В контексте представления президентом Зеленским плана победы глава МИД подчеркнул, что этот план не является заменой формулы мира, а инструментом, способствующим ее воплощению. По его словам, формула мира остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины и европейского континента. Из заявления МИД Украины. У нас буквально минута до завершения этого разговора. Как вы считаете, Курская операция на самом ли деле является такой таблеткой от страха для партнеров в Украине, да и в принципе для всех цивилизованных стран, которые хотели бы решиться на большую помощь, но несколько еще опасались? Конечно, потому что Курская операция в политическом смысле имеет очень большое значение. Если мы оценим политический смысл со всех его сторон, конечно, это имеет большое значение, в том числе и для принятия тех или иных решений и западными странами, поскольку они видели реакцию России на Курскую операцию вооруженных сил Украины. Я очень надеюсь на хорошее для Украины решение, которое будут приняты в самое ближайшее время. И очень хочу верить, что эти решения будут способствовать победе Украины и тому, что Украина будет навсегда частью западного мира, то есть частью того, чем она должна быть, чем она исторически, культурно и во всех остальных смыслах являлась всегда. За участие в эфире «Фридом» всегда вам тут рады. Напомню, Игорь Айзенберг был с нами на связи, профессор Нью-Йоркского университета. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин